Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Не проскочил. На перекрестке Минской и Октябрьской произошло крупное ДТП. Есть ли пострадавшие? Опасные шашки. Транспортная инспекция совместно с ГАИ охотится на недобросовестных таксистов, какие фиксируют нарушения. Допуск водителя к управлению транспортным средством без предрейсов медицинского освидетельствования. Мы возили пациентов как сопровождающие, то есть на различные исследования. Трудовой семестр 2020 в Бобруйске наградили лучших командиров студотрядов, кто в их числе. А также площадка здоровья, отсрочка с документами и циклон по имени Таня. На Беларусь движется непогода, чего от нее ждать. Не пропустил машину, попал в больницу. Крупное ДТП произошло накануне вечером. Перекресток Минской и Октябрьской в очередной раз подтвердил звание аварийного. Одной из первых на место происшествия выехала наша семечная группа. Бобруйск, 18.55, конец рабочего дня. На улице Мороси дождь, на перекрестке Минской и Октябрьской час пик. ВАЗ-2109 едет со стороны Шмидта навстречу ему Ауди. Горит зеленый сигнал светофора. Через мгновение лирика заканчивается. Не рассчитав ни время, ни дистанцию, водитель ВАЗа решает повернуть налево на Октябрьскую. Немец едет прямо в сторону Шмидта. Согласно ПДД, при повороте налево или развороте водитель обязан уступить дорогу встречным авто. Нарушение правила, как следствие, приводит к неисправимым последствиям. Девятка влетела в стену дома. Перед машиной смят. Выбиты стекла. Колеса смотрят разные стороны. Двери вошли в салон. Ближе не подойти. Инспекторы оградили территорию. Ауди получила механические повреждения. Бампер остался лежать на проезжей части. От сильного удара сработали подушки безопасности. Перед кузовой двери похожи на консервную банку. Треснуло лобовое стекло. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру и водителю автомобиля ВАЗ причинить следственные повреждения, с которыми они были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекторы просят жителей, которым известны обстоятельства происшествия, позвонить по телефону 71 55 55. Максим Кемель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Небезопасные поездки. В стране участились аварии, где фигурируют такси. Специалисты вышли на мониторинг. Только за 10 дней транспортная инспекция выявила порядка 500 нарушений по всей стране. Каких? Подробности у Марии Бересневич. В Беларуси день за днем фиксируют аварии с участием такси. Перевозчики пренебрегают правилами безопасности. Нередко расплачиваться как за проезд, так и за оплошность приходится именно пассажирам. Ситуацию мониторит ГАИ, транспортная инспекция и налоговая служба. Массовая проверка началась по всей стране. В Бобруйске за 10 месяцев произошло 8 ДТП с такси. По вине водителей пострадали 9 человек. Еще 2 получили травмы в маршрутках. Всего же в этом году в Беларуси зафиксировано свыше 60 таких аварий. В них погибли 13 жителей. Часть ДТП произошла именно из-за пренебрежения перевозчиками требований безопасности. Это отсутствие допуска, несвоевременное прохождение техосмотра, несоблюдение режима труда и отдыха и нарушение ПДД. Чаще всего водители маршрутных транспортных средств и автомобилей такси нарушают правила проезда пешеходных переходов и перекрестков, проезжают перекрестки на запрещающий красный сигнал светофора и нарушают правила обгона. Неподалеку от автовокзала специалисты останавливают машину с шашкой. Маршрут пассажира до торгового центра на 50 лет в ЛКСМ. При предъявлении документов у таксиста отсутствуют нужные справки. На конечном пункте водителя уже ожидают инспекторы. Визитку не спели сделать, справку не спели сделать, разрешение не выдали. К слову, визитная карточка – это немаловажно. В случае чего пассажир не знает, кто был за рулем. Плюс в этом случае нету и техосмотра. Госавтоинспекторы выписывают штраф. Довольно часто выявляется нарушение, такое как допуск водителя к управлению транспортным средством без предрейсового медицинского освидетельствования. За это тоже предусмотрена ответственность. Повторно, либо неповторно, первый раз это от 8 базовых величин на должностное лицо. Повторно от 15. К сожалению, сумма не маленькая, но должностные лица все-таки допускают и повторно допускают такие нарушения. Масштабная проверка маршрутных транспортных средств продолжится до 6 декабря. Сотрудники ГАИ в это время обращают внимание и на наличие зимней резины. Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Зимний тюнинг для машин. Правильный протектор шин» инспекторы проведут по всей стране 27 ноября. Водителям напомнят, административная ответственность наступает уже с 1 декабря. Мария Бересневич, Максим Галенка, Бобруск, 360. Дополнительные выплаты, анонс непогоды и конец эпохи ушел из жизни Диего Марадона. В чем причина смерти? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Вопросы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России. Укрепление взаимодействия в формате союзного государства и события на международной арене. Тема переговоров во Дворце независимости в Минске. Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел России. Президент отметил это хорошая возможность сверить часы в первую очередь во внешней политике. Глава государства еще раз поздравил Сергея Лаврова с тем, что во многом силами российской стороны удалось разрешить военный конфликт на Кавказе. Педагогам в сфере физкультуры со следующего года выплатят пособие на оздоровление к отпуску. Доплата будет производиться из расчета половины оклада с учетом учебной нагрузки. Решение принято Советом Министров. Вся дополнительная информация на национальном интернет-портале. Умер Диего Марадона. Аргентинец скончался дома после остановки сердца. Ранее в ноябре сообщалось, что он успешно перенес операцию на мозги из-за сгустка крови. Последний раз Диего появлялся на публике 30 октября в день своего 60-летия перед матчем против Патронату. В Аргентине объявлен трехдневный траур. Циклон Таня принесет похолодание и мокрый снег. Таков прогноз погоды на 27 ноября. В пятницу будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, днем порывистый. Кроме того, синоптики прогнозируют температурные ледяные качели, при которых днем столбики термометров показывают плюсовые значения, а ночью минусовые. В связи с этим ожидается образование гололедицы. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемой? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруськ-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В Беларуси выздоровели и выписаны 108 769 пациентов с COVID-19. Зарегистрированы 130 012 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 3 158 352 исследования. Такие данные приводит Минздрав. Обмен водительского удостоверения, паспорта и справок белорусы могут отложить. Это предусмотрено указом о продлении срока действия документов. Все для того, чтобы люди не ходили по инстанциям во время непростой эпидемиологической ситуации, не стояли в очередях, в отделениях ГАИ и в паспортных столах. Решение направлено на профилактику COVID-19. Документ уже опубликован на правовом портале. Белорусы могут потянуть, причем официально, с заменой документов, срок действия которых истек с 10 ноября этого года по 10 мая 2021. В эти дни проходил форум «Здоровые города России». На площадке Zoom выступали и международные спикеры. Сегодня одним из них стал главный санитарный врач Бобруйска. Здесь Дмитрий Лайтер рассказал о политике сохранения здоровья населения в рамках государственного профилактического проекта. В программе форума также пленарные заседания, панельные дискуссии и круглые столы. По заслугам и наградам в медицинском колледже прошло награждение лучших студотрядов. Грамота от Центрального комитета БРСМ и почетный знак лучший командир награды Екатерины Максименко за трудовой семестр 2020. Девушка возглавляет студенческий медицинский отряд. Летом она работала в Бобруйской детской больнице и выполняла обязанности младшего персонала. Мы занимались уборкой генеральной и ежедневной. Также мы возили пациентов как сопровождающие, то есть на различные исследования. Помогли, кстати, знания, которые мы получили в колледже. Наши ребята отработали в учреждении здравоохранения предприятиях города, на сельхозпредприятиях. В этом году трудились 37 студенческих отрядов. Это 515 человек. Ежегодно ребята работают на самых важных социальных объектах страны, области и города. Тем самым вносят свой вклад в будущее Беларуси. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете, в соцсетях, в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!